Смотрите, Камбанчик! Стою прямо под высоковольтой, в грозу, ну и с этой стороны уже лес. Дороги не знаю, ну не видно даже колеи. Толком нифига не проснулся. В общем, на сегодня передали ливни в грозу, и поэтому было решено ехать на мотоцикле. И все вот это вот барахло нужно перегрузить в машину. Сейчас побыстренько, потому что времени нет. Нужно побыстрее ехать, чтобы с рассветом уже быть в лесу. Поэтому перегружаем и выдвигаемся. Ну, уже после этих быстрых сборов, все-таки немного проснулся. Смотрите, Камбанчик! Камбан бежал, офигеть! Вот это вот контент, да? Сегодня просто раньше выехал, чем вчера на час. И почему еще один фактор, чего я решил ехать на машине. Во-первых, сегодня ливни передавали и грозу. А во-вторых, это дикое животное. Потому что вчера я ехал, уже лось бродил возле самой дороги. А еще плюс туман жесть. И поэтому, блин, ну на мотоцикле опасно ехать в тумане. И с такой вот, блин... Ну, с такими непредсказуемыми, блин, посетителями дороги. Вот только что вам живой пример. Кабан перебегал дорогу. Кругом чистое поле. И только поотдаль там лес стоит. И поэтому, блин, ну вы сами понимаете, блин, веки его знают. А если он бросился бы под колеса мотоцикла, это тоже был бы капец. Сегодня без лосей, но с кабаном. Туман, конечно, капец. А еще я уже в который раз замечаю, вот то вот, блин, наподобие облака. Но это вроде туча, потому что затянута со всех сторон. И там постоянно виднеется молния. Пацаны, капец, гроза началась. Я то, в принципе, допиливал уже эту заправку грозой, но похерачил такой ливень, что ну его нафиг. И поэтому пришлось сесть в машину. Вот сейчас в 7, сколько там, в 7.22 утра, а я уже выпалил 3 пачка бензина. То есть, блин, ну и один раз при этом покурил сегодня. Поэтому вы вот можете делать сами, какими темпами здесь херачу. Если я приехал сюда в 4.20, в 7.22 уже 3 заправки позади. То есть, это выпек заправку, заправил, пошел дальше резать. И вот уже, как последнюю дополил, я уже покурил, потому что пошел ливень. Сейчас, я думаю, прекратится. Ну, похер на эту грозу. Пусть там молния сверкает, пусть гром гремит. Главное, чтобы ливень этот закончился, и мелкий дождь будет идти еще даже лучше, потому что, блин, настолько жарко, вы себе не представляете. Во, весь мокрый, блин, все течет. И это не от дождя, это из-за того, что без перерыва херачишь. Хочется наконец-то закончить. И, блин, я посмотрел, там не так уж дохера осталось. Поэтому затянуло то конкретно, мол, не такая нормальная, сверкает. Я еще стою, сейчас покажу вам, где я стою здесь. Короче, стою прямо под высоковольтой, в грозу. Ну, и с этой стороны уже лес. Офигеть, сверкает, блин. И стреляет нормально. Короче, прикольно, контент пошел. Давно всякой такой пигни не снимали. Ну, и, блин, я то смотрел по прогнозу, и читал в новостях, что там оранжевый уровень опасности, тому подобное. В общем, сейчас ливень закончится, и пойдем работать дальше. Да, друзья, блин, прошел дождик небольшой. Я даже дороги не знаю, ну, не видно даже колеи. Виллы капец. Это просто жесть, блин. Жесть, еще дорогу всю размыло. Короче, друзья, решили мы все-таки ехать обратно, потому что гнало новую тучу, но дорогу размыло до такой степени, что меня просто-напросто скинуло с колеи, вытягивали трактором, сорвало патрубок с интеркулера. Потом лужи стали очень огромными, и вот я в итоге ехал. Хорошо, что ехал еще не на скорости, а еле-еле катился, и, получается, чуть не запорол двигатель в машине, потому что с интеркулера был патрубок сорван, и как раз лужа была по двери, потому что я вылезал. Вот, посмотрите, что сейчас в салоне делается. Я вылезал. Получается, какая фигня произошла? Хотел переехать лужу, начал ехать потихоньку, и машина просто-напросто заглохла, то есть хватануло воды. Но повезло, что ехал на маленьких оборотах двигателя, и его в интеркулер в патрубок затянуло, машина заглохла, и хорошо, что вода дальше в двигатель не пошла. Если бы я ехал, пытался проехать ее на большой скорости, я бы просто-напросто упорол двигатель. Поэтому, блин, а по закону подлости, как только мы выехали оттуда, выезжали мы очень долго, как только мы оттуда выехали, посмотрите, какая погода. встала уже, блин. Ну, сзади опять тучу какую-то гонит, но сейчас распогодилось так нормально. В общем, блин, так себе лесная романтика, и просто капец. А делянки осталось резать, там буквально, блин, заправки еще три, еще, она была бы дорезана. И еду я сейчас без интеркулера. Машина гудит, капец как. Я патрубок снял, потому что 100% в интеркулере будет стоять вода. И как только я поставлю патрубок аппаратное, всю воду затянет двигатель. Поэтому я решил ехать без интеркулера, без этого патрубка, чтобы не запорот двигатель. Лучше потихонечку сейчас доеду, без всяких проблем, и потом уже буду смотреть, разбирать. Поэтому не прощаемся. Ну, думаю, завтра уже поснимаем именно окончание лесосеки. Ну, а на сегодня, сегодняшнее видео получилось такое вот не совсем, не совсем такое, которое хотел. Поэтому всем добра и до новых встреч. Пока.